Привет всем, с вами Нород. Мы начинаем прохождение игры под названием Ариэта оф Спиритс. Новая игра. Так, уровень сложности. Легкий. Опыт прощения. Больше здоровья, больше капель, меньше врагов, более легкие сражения с боссами. Вы ищите оптимальный опыт, который предлагает достойный вызов. Сложный. Вам знакомы игры боевки, и вы не боитесь попробовать снова. Меньше здоровья, реже использования, капель, больше врагов. Так, экстремальный, чтобы разблокировать режим экстремальной сложности, нужно завершить игру. Мы будем играть на легкий, на сюжет. Все персонажи и события, изображенные в этой игре, полностью вымышленные. Любое сходство с реальными событиями или людьми, живыми или мертвыми, является чисто случайным. Эта игра содержит последовательности с яркими изображениями и мигающим светом. Будьте осторожны, если у вас есть известные проблемы с светочувствительностью или склонность к судорогам. Всем ясно? Ваш результат сохраняется автоматически, когда отображается этот значок. Как долго еще? Почти на месте. Так, папа. Еще приблизительно полчаса. Мы можем подъехать прямо к берегу и там сесть на лодку. Ведь ты здесь не впервые. Рето. Да. Не могу поверить, что прошел уже год, мама. Да. Мне тоже в это не верится. Впервые мы будем там без нее. Наверное, нам придется немного отремонтировать домик. Не хотелось бы, чтобы дом бабушки разрушился. Пожалуй, да. Веселее, мама. Посмотрите, кто заговорил. Разве ты не грустила минуту назад? Кто об этом помнит? Эй, думаешь, вода холодная? Должна быть нормальная. Ты сама знаешь, что. Без сомнения, все будет как раньше. Без сомнения, все будет как раньше. Переместите с помощью стрелочек или ADWS. Пере настроить элементы управления по своему вкусу можно в меню паузы. Так, хорошо, можем бегать. Пробил кувырок. Долгое путешествие, не так ли? Ага, я очень устала. Нас еще ждет кое-какая работа. Очень жаль, что сейчас у меня летние каникулы. Я бы лучше отдохнула, не так ли? Очень смешно. Тебя искала мама, сказала, что ей в чем-то нужна твоя помощь. Она должна быть в домике. Ой, лучше пойду и спрошу, в чем дело. Думаю, я начну с работы во дворе. Сад похож на джунгли. Бабушке было бы очень неприятно видеть его таким. И похоже, что к лесному источнику сейчас пути нет. На тропу упало дерево. Думаю, я начну с того, чтобы его убрать. Ну и дела. Наверное, это займет весь день. Держись, папа. Чтобы увидеть свою следующую задачу, нажмите Tab в меню задач. Нажимаем Tab. Задача. Текущая задача. Поговорите с мамой внутри домика. Ядра скиптальцев. Это меню пока недоступно. Выберите другой вариант разблокирования. Так, задача Минтри. Малыши и Духов. Предметы. Пока ничего не найдено. Выигрыши. 0 из 29. Выигрыши разблокированы. Интер. Посмотреть выигрыши. Интер. Скрыто. Так, хорошо. Так, единственное, что бы я хотел в настройках выбрать. Это процесс игры. Скорость диалога на мгновенный, наверное, поставить. Сразу все писалось. Так, и все управление. Пока. Пока так. Подходит. Так, как бить? Мышка, наверное, вообще здесь не работает. Так, ладно, пока. Пока, наверное, бить нельзя. Так, немножко осмотримся. Меня искала мама. Мне нужно помочь ей перед тем, как мы уйдем из домика. Так, надо смотреть же должны. Так вот оружие. Пока не берется. Так, и сюда пошла. Куда не пошла, сюда пошла. Так, это у нас туалет. Очень далеко от домика. Так, я пока не знаю, есть ли какая-то кнопка взаимодействия. Должна быть какая-то. Так, ну-ка, тоже далеко ушли. Ну-ка, пока идет. Идем. Так, икс. Внимание, не входите без намодлежащего осветительного средства. В этой пещере тьма кромешная, и у меня нет с собой света. Здесь можно только заблудиться. Так, хорошо. Ладно, тогда не будем пока здесь изучать. Пойдем по сюжету. Смыслу пока бегать нет. Так, M у нас карты нет. Так, ну что-то спрятано. Кнопки пока не работают другие. Так, икс. Так, на икс пока не очень удобно, на самом деле. Здесь же ходить, здесь же нажимать. Надо будет переместить куда-нибудь на джекайл. Привет, мама. О, привет, милая. Тебе нужно с чем-то помочь? Да, нужно. Я только начала говорить, готовить нам ужин. И собиралась сделать нам яблочный пирог на десерт. Но мы не взяли с собой яблок. Не могла бы ты, милая, пойти насобирать немного? Деревня довольно далеко, но если ты пойдешь по тропе на запад от машины... Знаю, знаю. Обожаю кислые яблоки из большого дерева. Да, твоя бабушка тоже их любила. Эй, я сейчас пойду и принесу их. Так, немножко неудобно все-таки. Пускай будет очень скорой. Так, он мгновенно там перемещается. Так, где что-нибудь здесь у нас есть подвал еще? Так, икс нам не знаю, что лучше. На f переставить. Здесь неудобно. Либо f, либо e. Так, на f поставим. Управление. Так, у нас взаимодействие щит. А у нас потом щит еще будет. Так, ладно. Ищем машину. Ари, ты можешь немного отдохнуть? Нет. Ари, подожди. Мама попросила принести яблок. Она собирается сделать яблочный пирог. Хорошо, я люблю этот десерт. Здорово. Если ты туда идешь, тебе нужно быть осторожной с осами. Они особенно опасны в это время года. И на острове их полно. Тебе нужно взять с собой это. Вы получили деревянный меч. Нажмите си, чтобы осуществить атаку. Выигрыш разблокирован. Папа, мне скоро 30. Ты... 13. 30. Мне скоро 13. Ты не думаешь, что я слишком взрослая, чтобы играть с этим? Может быть. Но я не хочу, чтобы тебя ужалили осы. Так что если эти надоедливые жужжалки будут тебя преследовать, просто отбивайся им от них. Может, он и не острый, но это плотная древесина. Так что он должен быть достаточно эффективен. Это точно. Спасибо, папа. О, помнишь, как ты в детстве бегала, постоянно размахивая мечом? Это сводило твою мать с ума. Хорошие были времена, не так ли? Да-да. Я скоро вернусь с яблоками. Чего ты все еще ждешь? Иди, принеси яблоки. Я бы пошел с тобой, но мне нужно еще кое-что сделать. Так, хорошо, у нас есть удар. Носи, на самом деле. Да, не очень удобно. Так, наверное, будем играть. Так, на мышку, наверное, нельзя это все перенести. Мышь у нас неактивная. Да, да, мышь неактивная. Так, пускай будет тогда здесь у нас взаимодействие. Наверное, F. Какой-нибудь. Если мы будем бегать и щит, нужно будет использовать. Так, ладно, это будет J. Таковать будет. А, пускай будет. Ж. Так, зерем тебе не собладать. А, вот с этим можно. Белочку трогать нельзя. Так, ладно. Так, осы с меня ростом. Немножко большие осы. Так, обьет он чисто влево. Хотя бы и щелк есть. Так, ладно. Здесь мы можем только и верх влево. По диагонали он не бьет. Она. Огненная оса. Пробила ХП у нее. Так, и смысл вообще бить. Проще пробежать. По-моему, опыта никакого не дают. Так, где наше дерево? Так, у нас еще щит будет. Щит надо же и хорошо будет. Панку пропустим. Какая-то смысла нет в ней. Так, Филджей. Это путь к яблоням. Все правильно. Далековато, правда? Они не взрываются? Нет. Какого-то диагонали. Какой-то медленный. Сторон лучше всего. Совершает. А здесь у нас хп-шки. Сейчас вот одну бы. Взять. Так, а у яблони, наверное, что-нибудь сейчас произойдет. Большое дерево посередине всего всегда родило самые лучшие яблоки. Но как мне дотянуться до них, когда они так высоко? Ударить. Может, приложив достаточно силы, я смогу свалить несколько из них? Да уж, это уже слишком. Так, все. Вот, черт. Ой, извините. Я не знал, что у вас там рой. Так, нажмите пробел, чтобы сделать перекат. Перекаты полезны, когда вы пытаетесь уклониться от атак врагов. Здесь, в принципе, три кнопки. Ну, с передвижением семь. Вот, а Суэкс, как минимум, вот, по диагонали он не бьется. Надо хочется по диагонали ударить, не получается. Надо подстраиваться под врага. Ой, хорошо, что надо убить атаку. Так, у нас есть КД. Постоянно нельзя бить. Удал. Так, у нас получается раз в полсекунда. Ух, пронесло. Мне лучше вернуться в домик. Так, у нас есть повторный, нельзя так сразу двух бить. Нужно увеличивать скорость атаки. Если такое возможно. Так, ладно, ничего изучать, пока не будем ходить в другие локации. Вот яблоки. Спасибо, дорогая. О, у тебя их много? Это займет всего минуту. Иди и скажи папе, что ужин готов. Да, мам. Мэм. Да, мам. Так, а здесь у нас что? Мишка. Это, видимо, наша комната. Это спальня родителей. Здесь пару кресла у камина. То есть здесь, как бы, дочке не место. Подвал пока закрыт. Так. На печи все готовится. Хорошо. Так, а по обществу, наверное, пропал. Так, и зонтик почему-то здесь лежит. Наверное, будет наш этот, старый зон бабушки. Я думаю, он будет как щит. Так, здесь, наверное, не знаю, это дополнительный задание или нет. Нужно было почистить. Так, все, пропололи. И пока ничего. Пешеходная тропа у лесного источника. Секунду. Ух. Так он топором прям ей по волосам. Он втопило нормально. Ух. Черт. Это заняло много времени. Эй, ты вернулась. Осы не мешали тебе? Ничего страшного. Я с ними справилась. Ужим почти готов. Да. Пойдем и накроем на стол. Вздох. Все в порядке, драгая. Да, просто... Я былал на этом острове каждое лето. Но теперь впервые здесь без нее. Этот пустой ствол, это даже больше, чем я могу вынести. Просто все это вызывает столько воспоминаний. Клянусь, я все еще чувствую ее здесь. Но когда я оборачиваюсь, чтобы ее увидеть, ее там нет. Больше нет. Мам. Я так скучаю по ней. Мы все скучаем по ней. Я знал, что этот визит вызовет определенные эмоции. Но я уверен, что твоя мама улыбается нам сверху и очень рада, что мы продолжаем эту традицию. Пожалуй, да. Спасибо. Скоро будет легче. Это был долгий день с путешествием и всем прочим. Может, нам стоит немного поспать. Завтра все будет выглядеть иначе. Орета 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 Ариэта? Так, куда нас переместили? Ну, в общем, что-то будет связано с бабушкой, наверное. И драться мы можем, хвырок делать не можем. Ну, я наверняка справиться-то не смогу совсем. Надо умереть, наверное. Пожалуйста. Это была бабушка? Кстати, все возможно. Ариэта? Просыпайся. Ну, наконец-то. Кто это говорит? Я здесь. На коврике. Кто? П-призрак? Тсс, не так громко. Мы не хотим разбудить твоих родителей. Уверяю тебя, я не призрак. Хотя я понимаю, что моя внешность может говорить об обратном. Я, должно быть, все еще вижу сны. Боюсь, ты уже не спишь. К сожалению, ситуация потребовала моего появления раньше времени. Что? Что ты имеешь в виду? Риэта, я знаю тебя очень давно. Хотя ты меня раньше не видела, ведь я скрывался большую часть твоей жизни. Я ждал этого момента много лет. Слушай внимательно. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Мия зовут Арко. Я пришел из мира, который существует параллельно с миром, который знаешь ты. Он называется Мир Духов. До сих пор он был совершенно невидим для тебя, как и для всех остальных. На протяжении веков мой род служил людям в качестве наставников, работая вместе помогая тем, кто погиб и заблудился, превращаясь в Духов. Уловленные подголоски существования не способны найти путь вперед. Я дал тебе возможность видеть мир Духов, связав мою энергию с твоей. Теперь ты та, кого мой род называет привязанный. Человек, привязанный к своему духовному наставнику, которым для тебя являюсь я. Это безумие. Миры и Духи? То есть ты имеешь в виду призраки? Если ты так предпочитаешь выразиться. Мир Духов – это как завес, находящийся над человеческим миром. Когда человек умирает, но не может перейти в загробную жизнь, он попадает на этот завес. Его энергию захватывают и таким образом он становится Духом. Всегда есть причина, по которой жизнь заканчивается таким образом. Неразрешенный вопрос, когда они были живы. Или неспособность осознать свою несчастную судьбу. Наша работа заключается в том, чтобы помочь этим Духом уйти в иной мир. Хорошо, допустим, я тебе верю. Но зачем я тебе нужна? Почему бы просто тебе самой не помочь этим Духом? Или кому-то еще? Мой род существует только как наземные существа, созданные из чистой энергии. Мы не обладаем физическим телом, даже в мире Духов. Поэтому для нас невозможно на самом деле изменить окружающий мир. Однако у тебя, как у привязанной, теперь есть средства для взаимодействия между обоими мирами – человеческим миром и миром Духов. Наша работа – искать и направлять таких людей, как ты, которых мы считаем подходящими для этой задачи. И на протяжении своей жизни ты проявила много храбрости и добродетельности, качества которые мы ценим. Особенно в таких молодых людях, как ты. Тем не менее, очень редко мы даем эту способность кому-либо, пока он не достигнет совершеннолетия. Но что-то произошло. Рета, кто-то очень нуждается в твоей помощи. Она ждет тебя на пристани. Так, выигрыш разблокирован. Так, походу нужен зонтик. Второй зон бабушки. Здесь опять заросло буквально за ночь. Так, на пристани, я так понимаю, там наверно. Посмотрим, что у нас. Это разблокировка. Так, предметы, выигрыши. Заряженной энергией. Так, выбрать. Получить деревянный меч. Привязанный. Так, привязанный. Так, третий. Королева Оз. Уничтожить королеву Оз. Логично. Мне не нужно бродить по лесу, когда темно. Так, пристань, значит, здесь. Б... Бабушка? Риета, дорогая. Бабушка. Но как? Ты... была... ты... мертва? Я прекрасно это понимаю, дорогая. Не печаться обо мне. Просто пришло в мое время уйти. Смерть – неизбежная часть жизни, и я уже смирилась с этим много лет назад. Прожив так долго, как я, ты начинаешь размышлять о вещах. Бабушка. Это из-за твоего нового друга, с которым нам пришлось встретиться еще раз. Это... ммм... странная вещь. Это Арко. Ар-ко. И которого ты называешь странным. И которого ты называешь странным. Бабушка, почему ты здесь? Разве ты не должна быть? Я пока не могу идти в мир иной. Видишь ли, я должна сдержать обещания. Твоей матери. Более 10 лет назад я обещала оставить ей наше старое семейное кольцо. Точно так, как моя мать когда-то подарила его мне. Твое серебряное кольцо? Верно. Серебро добыто в серебряном руднике, что находится на этом острове. Эта традиция хранится в семье уже много лет. В последние дни моего пребывания здесь оно потерялось. И у меня не было возможности вернуться надо ним. До настоящего момента. Я искал повсюду и наконец нашла его. Оно просто лежало на земле у лесного источника. Понятия не имею, как оно там оказалось. И как только я протянула руку в попытке поднять его, эти ужасные существа появились из ниоткуда и окружили меня. Я так испугалась, что прибежала сюда и оставила кольцо там, где его нашла. Тогда я познакомилась с Арко. Эти дьявольские монстры, должно быть, тоже охотились за кольцом. Кажется, я знаю, что это за так называемые монстры на самом деле. Впрочем, редко они так реагируют на кольцо или на любой другой объект, если уж на то пошло. Говорю тебе, они пришли именно за ним. Но слава богу, мне удалось прошмыгнуть, когда они отвлеклись. Может, нам стоит пойти и посмотреть, там ли оно еще? Или то, что ты говоришь правда, мне интересно увидеть это кольцо своими собственными глазами. Итак, целый год ты была здесь? Год? О чем ты говоришь? Я здесь совсем недолго. Я думаю. Не волнуйся, бабушка. Мы вернем это кольцо. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня. Не волнуйся. У меня есть Арко, которая здесь, чтобы меня защищать. Ты не успеешь оглянуться, как мы вернемся назад. Арко, пойдем. Хорошо. Пожалуйста, только береги себя. У меня 7 хп. Так, перейдем к источнику. Зарядная летучая мышь. Ладно, их убивать на самом деле не обязательно. Можно, можно и не убивать. Главное кольцо. Ничего страшного. Интересно, их убьем. Теперь уйдем, вернемся. Так, они походу опять оживают. Сейчас мы не дождались пока он погибнет. Второго тоже убьем. Так, туда-обратно. А, тогда вообще их смысла не быть. Я-то думал. Нет, нет, нет. Поворачиваемся. Так, что-то у нас кувырок плохой становится. Походу здесь какая-то есть выносливость. А, по-моему, сначала нормально, потом у него пот идет, типа она устает. У нее уже кувырок не тот. Слишком часто тоже надо нажимать. Ну да ладно. Так, где кольцо? Подожди. Прежде чем мы углубимся в лес, тебе нужно кое-что знать. Что? Отголоски тех, кто когда-то жил, не единственные обитатели мира духов. И я не говорю о себе подобных. На самом деле здесь существует много разных неземных сущностей. Некоторые из них дружелюбны и даже в чем-то помогут, могут помочь, хотя это бывает редко. Но есть и злобные. Мы называем их скитальцами. Это злодейский род, постоянно переезжающий с одного места в другое, стремясь поглотить энергию всего, с чем они сталкиваются в попытке стать сильнее. И я боюсь, что ты, как привязанная, теперь тоже станешь их целью. Скитальцы используют поглощаемую ими энергию, чтобы размножаться. И поэтому их количество постоянно растет. Как болезнь, распространяющаяся по миру духов, которая вскоре поразит всех. Одна из наших самых важных задач всегда заключалась в том, чтобы держаться от них подальше. У меня даже не было представления об этом. То есть эти скитальцы – это те монстры, о которых говорила бабушка, и они сейчас повсюду в лесу? Есть ли это какой-либо способ защититься от них? Дай свой деревянный меч. В этом виде он будет совершенно бесполезен против них. Но я могу использовать свою энергию, чтобы раскрыть возможности его использования полностью. Ого, что с ним произошло? Твой деревянный меч – это не просто старая игрушка. На самом деле он особенный. Это то, что мы называем канал. Каналы – это особые артефакты, которые служат связующим звеном между мирами, соединяющие каждый уровень существования с другим, будь то человек или дух. Связь, которую ты с ним разделяешь, может быть использована в наших интересах. Хотя, если честно, это не самый мощный канал здесь. Но он достаточно мощный, чтобы я мог направлять через него свою энергию и усиливать каждый удар, нанесенный им. Любой скиталец, которому не повезло попасться на своем пути, определенно почувствует это. Каналы трудно найти, поэтому нужно быть очень внимательным. Кроме того, скитальцы всегда хотят завладеть кем-то. Я много раз видел, как ты размахивал мечом. Деревянный он или нет, ты более чем способна управлять им самостоятельно. Ну да, но прихлопнуть пару разъяренных ос – это совсем другая вещь. Тебе нужно больше в себя верить. Попробуй. Хорошо, поехали. Ваш деревянный меч превратился в меч духов. Выигрыш разблокирован. Теперь вы сможете защищаться от скитальцев. Хорошо. Я знаю, что ты хочешь помочь своей бабушке, чего бы это не стоило. Помни, Ариета, мы с тобой вместе. Единственный способ противостоять им – это объединить наши сильные стороны. Итак, ты взмахиваешь мечом, и я забочусь о том, чтобы каждый нанесенный удар был засчитан. Хорошо. И, пожалуйста, зови меня Ари. Здесь какое-то дерево с глазом. А, это, наверное, не глаз. Так, ладно, идем дальше. Так, ищем, ищем дорожный скиталец. Мы можем просто тебя пробежать. Так, непонятно, и синие мы будем по синим. Видимо, что-то такое. Так, что у нас здесь пишут? Так, здесь меч духа, деревянный меч наполненной энергией арку. Так, а здесь игрушка заряженной энергией. Получить меч духов. Но их можно, наверное, не трогать. Мы слотнях. Не, не, не. Мы ищем кольцо. Не ожидал. Не ожидал. Попал. Через всю карту летают. Так, у нас акваричники. Так, еще хоть бы надо. Буду упасть нельзя. Привет, друг. Думаешь, сегодня будет много скитальцев? Опасно, очень опасно. Тебе лучше пойти внутрь, пока у тебя еще есть возможность. Что-то зловещее витает в воздухе. Подожди, ты связанная, не так ли? Я, эээ, наверное. Отлично. Ну вот, что я тебе скажу. Приди ко мне завтра, и мы займемся делом. Ты и я. Кстати, меня зовут Дмитрий. Ой, но мне уже нужно бежать. Конечно, сегодня здесь опасно. Что? Что это было? Это были медидорианцы, одна из неземных рас, населяющих мир духов. Они дружелюбные сущности, которые работают здесь как торговцы. Они часто используют привязанных как посредников, чтобы принести им все, что они могут в данный момент захотеть. И обычно это того стоит, и мы обязательно должны выследить его, как только у нас будет такая возможность. И как раз тогда, когда я подумал, что эта ночь не может быть более странной. Наверное, будет хп или чудно. Или щит даст. Нет, был бы здесь опыт. Какой-нибудь урон хотя бы чуть-чуть повышался. Можно было бы с ними сражаться. Но так смысла вообще никакого. Легче пробежать. Подожди секунду. Посмотри. Видишь? Что-то блестит на земле. Это кольцо бабушки. Как она и говорила. И не видно скитальцев. Давай возьмем его, пока есть возможность. Это кажется странным. Зачем им просто уходить? Может бабушка ошиблась и они не гонялись за кольцом? Что? Что это такое? Это один из больших скитальцев. Могу тебя уверить. Ох нет. Он поглощает энергию через кольцо. Это плохо. Он может это делать? Нет времени объяснять. Ари, то что мы делаем, это твой выбор. Если мы сейчас уйдем, он только окрепнет и начнет размножаться. Но я боюсь, что это уже выход из нашей велики. Неопределенно не планировал провести эту ночь так. Тебе решать. Учитывая обстоятельства, отступление – лучший план. Да, но есть риск потерять кольцо. Абсолютно нет. Доверяй мне больше, хорошо? Хорошо. Мы заберем его. Ну и убежим. Так, надо изучать, как он. Так, как сошел изучить. Вот, бери кольцо и убедай. Так, удар. Ничего не наносит. Ну и тут какие-то волны. Потому что вот к воде бить надо. А вот он устаётся. Он прыгает, прыгает и устаётся. Так, понятно. Он не устаётся. Так, ну надо прыгнуть на кольцо, похоже. Нет, не на кольцо. А, наверное, тут мешает мне этого убить. Тогда он устаётся. Я-то. Нам хп уже, наверное, не хватит пройти. Так, естественно, да, вот здесь есть. Впшки. Чуть-чуть. В общем, надо сразу петчик убивать. Так, а эти появляются и сразу на нас прыгают. Чуть-чуть. Не мешается. Как-нибудь к ним подойти. Так, нормально. Стал прыгать. Так, нормально. Стал прыгать. Стал прыгать. Вы нашли кое-что. Неизвестно, что это, но лучше всё равно это забрать. Кольцо. У меня есть кольцо. Молодец. Эй, ты отлично себя держала. У меня не было сомнений, что ты справишься. Эти скитальцы, вероятно, были здесь из-за твоей бабушки. Она была в большей опасности, чем ты можешь себе представить, продвигаясь сюда в одиночестве. Но в итоге, похоже, кольцо им показалось интереснее, чем она. Странно, но их в лесу было так много. Интересно, откуда они выползли? Слушай, мы можем поговорить об этом позже? Вернёмся в домик. Без сомнения, бабушка с нетерпением ждёт нашего возвращения. Да, пошли. Нам удалось вернуть его. Действительно. Дай вам Бог здоровья. А теперь приходи утром. Отдай его маме. И ничего ей об этом всём не говори. Она и так слишком много волнуется. Что мне сказать? Ты умница. Ты что-нибудь придумаешь. Что ж, пора идти. Пожалуйста, не надо. Ари, ты знаешь, мне нужно. Бабушка. Я буду скучать по этому месту. И за всеми вами. За всеми вами. Чувствуется прохладный ветерок на моей щеке. А что будет с твоей новой способностью? Арка уже рассказывала мне об этом раньше. Делай то, что считаешь нужным. Слушай своё сердце. Я тебя люблю. Я буду присматривать за тобой. Пожалуйста. Мне очень жаль, дорогая. Мне жаль, что я втянула тебя в это. Это всё моя вина. Но как бы то ни было, я уверен, что на всё есть причина. Бабушка. Прощай, Арета. Прощай, бабушка. Я люблю тебя. Она, она ушла. Это сон. Я могу сейчас проснуться. Мне действительно жаль. Всё это должно быть слишком для тебя. После того, как мы встретились с твоей бабушкой, я решил привести тебя к ней. Она была против, так как знала, что это будет значить. Но благодаря тебе она смогла уйти в мир иной. Нет, это... Я в порядке. Я действительно рада, что увидела её в последний раз. Спасибо. Если бы не ты, я бы никогда не смогла ей помочь. Что теперь будет? Тебе нужно идти спать. Возможно, тебе понадобится время, чтобы всё это осмыслить. Но есть ещё кое-что. Как я уже говорил тебе ранее, мы делимся своей силой только с людьми, которых считаем достойными. Но у тебя также будет выбор. Сила, которую я тебе дал, может уйти, если ты этого хочешь. В конце концов, это тяжёлое время. Отношения между привязанным и его духовным наставником всегда являются палкой о двух концах. Твоя новоприобретённая способность активна только тогда, когда мы вместе. Если ты попросишь меня, я отвяжу тебя от себя, и всё будет как прежде. Но дело в том, что нам нужно как можно больше таких людей. Число скитарцев растёт быстрее, чем когда-либо раньше. Это подвергает опасности всех. И то, как ты вела себя сегодня вечером, просто поразительно. Хорошо, подумай об этом. Я... Мне нужно идти спать. Я знаю, ты этого не чувствуешь, но здесь очень холодно. Пойдём внутрь. Пойдём внутрь.